Вопрос к Хесусу. Как он относится к абортам, если положительно для всех абортов? Хочу аборта-срач, 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 аборт-убийство, аборта-срач, аборта-срач, аборта-срач. Слушай, ну я знаю твою позицию по поводу абортов. У меня она, ну, другая. Я считаю, что всё-таки у людей должен быть выбор. Делать аборт или нет. Но смотря на каком месяце. Если поздно, то нет. Если первый месяц, ок. Но у тебя другая позиция, правильно? У меня позиция, что аборт, а то убийство. Не знаю, просто если, например, какая-то женщина забеременела, она находится в таком положении, что содержать ребёнка в будущем ей будет крайне тяжело, а может и невозможно, то почему бы не сделать аборт, если у неё ранний срок? Это, мне кажется, лучше, чем родить ребёнка, и потом, соответственно, он будет мучиться. А если не ранний? Если не ранний срок? Да. Тогда поздно. Надо было раньше думать. Почему он всё равно родится и будет мучиться? Ну, что ж теперь, когда на шестом месяце, например, там уже вполне себе образовавшиеся плоды, это, во-первых, для её здоровья не очень хорошо, а во-вторых, ну, сам понимаешь. Ну, то есть в чём принципиально? А на первом... Ну, как в чём? На начальной стадии там же нихуя нет, по сути. Почему нет? А что там? А чё должно быть? Вот чтобы его нельзя было убить, чё должно быть? То есть ты считаешь, что убийство? Конечно. Ну, то есть первая стадия жизни человека – это зигота. То есть с момента, когда оплодотворённая яйцеклетка становится зиготой, с этого момента человека нельзя убивать. Ну, то есть это чисто логически. Мы можем пойти, на самом деле, другим путём и сказать, что можно, конечно, можно убивать зиготу, но тогда убивать можно не только зиготу. Но, повторюсь, это такая же стадия жизни человека, как и любая другая. И тогда, в общем-то, людей с плюс-минус теми же целями и в тех же контекстах можно убивать и уже родившихся. И тогда непонятно, почему мы против активной евгеники. То есть тут, на мой взгляд, есть два рационального пути. Первый рациональный путь – это запрет абортов, как убийство. Потому что людей убивать нельзя, а зигота тоже человек. Следовательно, зиготу нельзя убивать. А другой рациональный путь – это про то, что людей убивать можно. То есть мы берём в качестве примесы, что людей убивать можно, а зигота – это человек. Значит, зиготу тоже можно убивать. Правильно? Другое дело, что хотели бы мы жить в обществе, где есть такая примеса про то, что людей убивать можно – это же другой вопрос. А кто-то, может, хотел бы. Ну, потому что, опять-таки, людей убивать можно – это же не означает анархию на улице, да, что все друг друга убивают. В конце-то концов, когда люди выступают за аборты, они же не имеют в виду аборты в подвале при помощи вешалки. Они имеют в виду аборты в больнице, да, в медицинском сеттинге. То есть, иными словами, наверное, тогда должно быть можно убивать людей в медицинском сеттинге. Но не только в контексте эвтаназии, потому что, опять-таки, зиготу никто не эвтаназирует. Зигота не подписывает документ о том, что она отказывается от права на жизнь. Как в некоторых странах взрослый человек может сделать, даже без заболевания, соответствующего. То есть, иными словами, речь-то не об эвтаназии идет. Речь идет о том, чтобы из общества изъять некоторые элементы, которые, ну, скажем так, в противном случае бы только страдали. Ну, вот как вот из твоего примера ребенок, который родился в очень бедной семье, да. Вот абортировали его на ранней стадии беременности, он не родился. И всем от этого, наверное, веселее стало. Потому что, ну, не знаю, ну, меньше нищих людей, допустим. Но проблема в том, что есть уже родившиеся нищие люди. Есть нищие люди, беременные на позднем сроке беременности и так далее. И кто мы такие, чтобы сказать, что ранний срок беременности, он какой-то не такой. То есть, вот человек на самой ранней своей стадии, значит, он, получается, недостоин жить. Мы можем что угодно делать по поводу этого человека. А человек на более поздней стадии, это вот уже что-то состоявшееся. На самом-то деле, чем эмбрион, зародыш и зигота отличаются от уже родившегося и выросшего человека? Тем, что они не могут за себя постоять просто. Поэтому мы за них решаем, что мы можем их убить и все тут. То есть, здесь просто обыкновенная дилемма. Мы либо принимаем, что людей убивать плохо, да, по умолчанию плохо. Либо мы просто не принимаем премиссу о том, что людей убивать по умолчанию плохо. Но и то, и другое, что бы мы ни выбрали, распространяется на все стадии существования человека. Потому что речь-то про человека идет конкретно. Человек хомо сапиенс, сапиенс. И вот организм, который относится к этому виду, он к нему относится, начиная с зиготы и заканчивая моментом, когда он от старости помирает. То есть, это один и тот же организм, континуально, на протяжении всей жизни. Начинает с зачатия. Поэтому, как бы, да. То есть, тут либо консерватизм и запрет абортов, либо вера в прогресс и негативная Евгеника. Окей, я тебя понял. Ну, а если, например, у женщины есть риск, там, при родах умереть, и ей необходимо сделать аборт? Тогда можно аборт. Это исключение тогда, да? Тогда можно аборт, потому что на особых случаях нельзя основывать правила. Понимаешь, то есть, вот, беременность, где роды могут грозить смертью роженицы, да, или беременность, как следствие изнасилования, или беременность, как следствие инцеста. Это маргинальные, единичные случаи. На этих случаях нельзя основывать закон. Смотри. На них вообще правила никакое нельзя основывать, не говоря уже о законе. Ну, окей, а если, например, сейчас же есть различные методы, да, когда ты можешь намного заранее узнать, что, например, у твоего ребенка будет что-то не так. В таком случае, например, мать приняла решение, ну, хорошо, вот он будет у меня какой-то там, не такой, с болезнью какой-то. Сравно он значит рожать. В таком случае это должно быть применимо. Чтобы он мучился, например. И в таком случае это должно быть применимо и к уже родившимся людям, которые уже мучаются, правильно? Нет. Почему? Они же мучаются. Ну, решение тоже было принято. Рожать. Ну, слушай, ну, было принято решение. Решение плохое. Значит, родители так захотели. Принимать это решение родитель, правильно? То есть в данном случае отец и мать. Если они приняли решение, что будут заниматься этим ребенком, что уж там поделать? Ну, подожди, если чьи-то родители приняли решение, что они будут заниматься ребенком, то ребенок, получается, после этого не может принять решение, что он будет уничтожать свою жизнь, как бы употреблять наркотики или пройти процедуру эвтаназии или еще что-то. Ну, тут как бы я не знаю, слушай. Мы же говорим до рождения. Ну да, мы говорим до рождения. Но ты говоришь, что для того, чтобы люди не мучились, имеет смысл заранее это понять, предсказать медицинскими методами их абортировать. Я говорю, а почему нельзя постнатальный аборт, грубо говоря, почему их нельзя уже родившихся абортировать? А ты говоришь, что, ну, там же родители приняли решение уже заботиться об этом ребенке и в него как-то вкладываться, поэтому абортировать нельзя. Нет, ну, если они передумали. Родители передумали? Родители передумали. А если родителей нет, они погибли? В таком случае не повезло ребенку. Что тут еще могу сказать? Ну, так я же могу использовать этот аргумент и против твоего довода о том, что почему бы не сделать аборт, если этот ребенок, родившись, страдал бы. Ну, не повезло ему. Аборт мы запретили. Как бы все. Ну, как девочка, сегодня не твой день. Как бы рождаешься с синдромом Паттау, там еще что-нибудь в этом роде. Ну, как бы печалька, такая карта выпала. Не, ну, какая-то правда на твоей стороне, естественно, есть. Я не спорю, как бы. Тем не менее, я считаю, что просто у человека, ну, тоже должен быть выбор. Ну, например, у матери какой-нибудь. Хочет, не хочет. А у ребенка? Слушай, ну, как ты говоришь, да, зигота, как ты у зигота спросишь мнение? Вот, если бы была такая возможность. Ну, а как ты у человека в коме спросишь мнение? А, что у человека в коме нужно спрашивать? Хочет ли он дальше жить или нет? Ну, отключать ли его от аппарата? Ну, так там же есть возможность и шанс того, что он может выжить в итоге? А если нет? А откуда известно, есть или нет? Ну, иногда шансов нет. Мало ли, мало ли. Знаешь, люди в коме могут много лет находиться. И по итогу возвращаться в сознание. Полно есть пациентов, которые полностью в вегетативном состоянии, которые никогда не придут в сознание, их держат в это состояние. Ну, а это можно предугадать? По сентиментальным причинам. Ну, просто у человека отъебнул мозг. И его просто в нем поддерживают базовые жизненные процессы техническими средствами. Просто потому, что родственники так хотят. Из сентиментальных соображений. Такого довольно много, когда деньги лишние есть. И как это вот? Ну, а окей, в этом случае, по-твоему, это правильно? Или в данном случае стоит уже дать возможность человеку уйти в мир иной? Не, ну, я тебя спрашиваю. Ты говоришь, нельзя спросить у Зиготы. Но в твоем случае из этого следует, из того, что у Зиготы нельзя спросить, что ее можно абортировать. То есть у нее нельзя спросить ее мнение, ее можно убить таким образом. Ну вот, нельзя спросить у крепко спящего человека. Нельзя спросить у человека... Ну, смотри, если исходить из такого случая, как ты сказал, да, то там и нет иного выбора. Ну, если человек уже не вернется к жизни. Есть. Но как, полно случаев, где в них поддерживают всякие базовые жизненные функции, просто они жить нормально уже не будут. Они ходить, думать, говорить уже не будут. Они только дышат и жидкую пищу употребляют. Не знаю, ну, как по мне, это пиздец, а не жизнь. Опять-таки. Между прочим, вот у Зиготы, в отличие от такого пациента, есть шанс вырасти во взрослого человека полностью здорового. А у пациента в вегетативном состоянии такого шанса нет. Тем не менее, люди опираются на завещание этих людей, на мнение родственников и так далее, поддерживая в них жизнь. А вот Зиготу, которая могла бы вырасти в полноценного человека, мы абортируем, в принципе, никого особо не спрашивая. То есть, ну, мама решила, как бы, ребенка убить, и как бы, и все. Окей, я понял тебя. Ну, хорошо. Хесус, в реакции на передачу «Беременна в 16» на моменте, когда делали УЗИ и говорили, что у ребенка бьется сердце и есть ручки и ножки, ты сказал, ой, да, да, ерунда, это делать тебе аборт. Ты реально поддерживаешь аборт на такой стадии? Нет. В конкретно данном случае, когда девочке 13, нужно, конечно, разрешать аборты, но вот аборты в целом без изнасилований, болезней и малолетства. До какого срока аборт делать им можно, а после какого нет? Ну, мы уже поговорили на этот счет, то есть, ну, типа... По поводу сроков-то я ж откуда знаю, блядь. Я ж не врач, я не знаю, когда там, что там. Вредно, не вредно, блядь. На каком сроке могут рожать или не могут, не ко мне вопрос. А по поводу моей реакции на «Беременна в 16» чаще всего я просто шучу, блядь, когда смотрят хуйню. Ну, конечно, реально хуйня. Что там еще делать? Ну, как бы, да. Если бы мне заказали «Беременна в 16», я, скорее всего, молча сидел бы, блядь, весь стрим или что-то в этом. Хотя, может быть, я и комментирую. Зрители, закажите. Кстати, посмотри как-нибудь, посмотри. Ну, в свое свободное время, наверное, не буду, но если закажут... Ну, если закажут, чат, вы как-нибудь закажите, посмотрите. Спроси у Костя, можно ли на ранней стадии выявить, что ребенок будет ватником? Я, кстати, хотел тебе этот вопрос задать. Что, если бы ты знал, что, будучи зигота, в будущем пойдет воевать на стороне РФ? Ты бы одобрил аборт? Знаешь, вот был такой чувак в живом журнале. Я, блядь, постоянно забываю его фамилию, потому что это было очень давно. Это было, блядь, в живом журнале, у которого был мем «Биореактор». Он постоянно говорил, что всяких бесполезных людей стоит отправлять в биореактор, где они занимались бы выработкой электроэнергии. Чё, блядь? И вот, я считаю, ватник, он, в принципе, не только в виде зиготы, но и уже родившийся, вполне себе тянет на что-то типа биодизеля. Вот, напомнили Луговской, да? Луговской фамилии. Да, то есть, вполне себе тянет на что-то типа биодизеля. Почему бы и нет? То есть, педали крутить я бы, наверное, не доверил. Это сложная очень хуйня. Маргинал и Хесус. А прыгающего Романа следовал ли абортировать или нет? Дититка же мучается, и оно, кстати, до сих пор живое. Прошло уже больше 10 лет. Расскажи Хесусу про эту историю. Я думаю, будет полезно, чтобы понять про аборты. Прыгающий Роман. Это ребенок с таким сильным случаем микроцефалии. У него почти отсутствует головной мозг. И поэтому он, по сути дела, не может сам двигаться. И его назвали прыгающим Романом из видоса, где его мама берет его под руки и вот так им двигает. Типа, вот Рома прыгает, ему нужно много двигаться. Но она ебанулась немножко. Как бы на почве того, что у нее сын инвалид. Да, еще за пиздец. Про них был выпуск, пусть говорят. Это на самом деле очень печальная история. Так вот, о чем бишь я? С моей точки зрения, эта история, она грустная не потому, что мучается Роман. Роману-то поебать, он не чувствует никуя. А как бы история грустная, потому что его мамка осталась в этой ловушке, блядь, на всю жизнь. Но тут проблема в том, что она уже погнутая на голову. То есть, типа, если с Романом что-то случится, то, я не знаю, она с собой что-то сделает, наверное. Поэтому она бы не стала его абортировать в любом случае. То есть, здесь вопрос не к диагнозу Романа. Здесь вопрос в том, что, ну, блядь, это человеческая трагедия. Трагедии, они всегда сложные. Ну, а если бы она сделала аборт, она бы сбежала от трагедии, получается? Или аборт, это уже бы была трагедия. Она бы не сделала аборт. То есть, понимаешь, если бы. Если бы, но тогда мы уже обсуждаем не этот кейс, понимаешь? Потому что в этом кейсе она аборт не сделала. То есть, мы можем, как бы, придумать альтернативную ситуацию, где у матери другой характер, в принципе, другие личностные характеристики. И она решила все-таки сделать аборт. То есть, и врачи предсказали все вовремя, и у нее характер другой. Она сделала аборт, и все, блядь, как бы. Но да, но это же уже другой человек, получается. А если речь идет о женщине, которая принципиально не станет делать аборт в такой ситуации, то, ну, а что сделаешь, как бы? Ну, типа, трагедии так устроены, в принципе. Когда вроде бы все все сделали правильно, получается, блядь, полный пиздец в конечном счете. Из-за какого-то фатального недостатка в голове. Ну, блин, не недостатка, просто спросить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok